Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей Манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя Перри Стоуна. За моей спиной находится крепость, построенная на высокой горе на границе Сирии. Она находится на голландских высотах в Башане. Сегодня прекрасный день, я был здесь, когда шел дождь и когда стояла жара. Сегодняшняя погода удивила меня, сегодня прекрасно. В сегодняшней проповеди будет много полезной информации. Я назвал тему «Исцеление ран отцов и детей». Я хочу сделать одно утверждение, при этом я не пытаюсь принизить хорошее учение на эту тему. На тему родовых проклятий есть основательное учение в форме книг, видео и аудиозаписей. После принятия этого учения церковь начала думать «Я под проклятием», которое является причиной всех моих проблем. Мы процитируем библейский стих, который противостоит этой идее. Святой Павел пишет Галатам, «Христос искупил нас от проклятия закона, став проклятием за нас». Благодаря тому, что Христос понес наши грехи на Себе, Он взял на Себя все проклятия закона. Проклятия за нарушение закона Моисея выражались в побиении камнями, наказании и возмещении ущерба. Бог взял грехи, мы приняли Его жертву, и Он освободил нас от грехов. Поэтому искупление освобождает нас от всех видов проклятия. Есть проклятия, которые люди сами навлекают на себя. Это другая тема. А я сконцентрируюсь на причине бунта молодых людей против родителей. Это не проклятие, а родовая травма. Существует большая разница между проклятием и травмой. Я прочту из моих заметок, а вы, пожалуйста, потерпите меня одну минуту. У Давида было 19 сыновей от нескольких жен. Они упоминаются отдельно или в списке. Среди них есть и та, чье имя Библия не упоминает. Среди этих 19 сыновей Библия выделяет 4 имени, оказавших влияние на жизнь царя Давида. Это Амнон, Ависалом, Адония и Соломон. Амнон был первенцем, родившимся в Хевроне, когда Давид стал царем Израиля. Ависалом убил своего брата за изнасилование сестры Фомарь. Ависалом был третьим сыном Маахи. Об этом сказано в книге летописей. Его убил Иав за то, что тот восстал против Давида. Согласно книге Паралипоменон, третьим сыном Давида был Адония. Это Адония. Это четвертый сын Агифы, и о нем написано во второй книге царств. Он пытался свергнуть Давида. Его убил Соломон. Также его сыном был Соломон. Он был сыном Версавии. Первая книга Паралипоменон, 3 глава, 4 стих. Она родила четырех сыновей. Вторым сыном был Соломон, а первый сын умер вскоре после появления на свет. Он был плодом любовной связи с Давидом. Обратите внимание на то, что я скажу вам сейчас. И это очень важно. У царя Давида не было никаких проблем с сыновьями до тех пор, пока он не убил Урию, мужа Версавии. Вы читаете Библию. Сейчас я объясню это. Давид стал героем войны в 17 лет. Он убил медведя, льва и великана, с которым никто не решил сразиться. К 18 годам он стал оруженосцем царя. К 19 о нем сложили песню. Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. У него родились сыновья. Если нас смотрят военнослужащие или спортсмены, то они поймут то, о чем я сейчас скажу. Допустим, ваш отец играл в команде NBA. Среди наших партнеров есть те, кто служил в армии или был спортсменом в годы своей молодости. Вы уважаете отца особенным образом и относитесь к нему с почтением. Потому что вы видите, как люди уважают его за заслуги. Израиль уважал Давида очень сильно. Именно его Бог помазал на царство, когда он стал рядом с братьями. Он был помазан править коленом Иуды. Когда ему было 30 лет, Бог сделал его царем. Его знали и любили. Его почитали. Он муж по сердцу Бога. А что было потом? Когда Давид переспал с Версавией, она забеременела. Давид пытался скрыть это. Он отправляет ее мужа в бой, и Урия гибнет. Затем Давид разыгрывает сцену скорби об Урии. Теперь я позабочусь о жене моего друга. Она забеременела от Давида. Святой Дух открывает этот грех Нафану. Согласно Библии, Давид был хорошим человеком, но Богу было в чем его обвинить. Он убил невинного и пролил его кровь. Это преступление имело последствия во все периоды его жизни. Вот тут-то и начинается кое-что интересное. Время идет, и сыновья Давида подросли. Они видят лицемерие своего отца Давида. Он поклоняется Богу, сочиняет псалмы, играет на арфе и убивает сильных врагов. Все говорят, это Божий человек. Как велик Давид. Никто не сравнится с ним. Бог любит его. Это человек по сердцу Бога. Он хочет построить храм Богу. Это великий царь. Потом царь Давид упал в грех, и его рейтинг в народе тоже упал. У меня не хватит времени перечислить стихи об этом. Я написал книгу об этом, где есть много подробностей об этом же. У царицы Версавии был дед. Его звали Ахитофел. Он был советником Давида. После этого он стал врагом Давида. И царь сказал, «Человек, на которого я полагался и ел мой хлеб, поднял пету на меня». Он написал этот стих, потому что Ахитофел восстал на Давида. Это был один из его ближайших сановников. Его сыновья также начали плести интриге, чтобы свергнуть его. У Давида начались проблемы не только в его собственном доме. Сын царя изнасиловал его дочь. Все рушится. Я расскажу вам о том, что было с Давидом. Его сын изнасиловал свою сестру. Амнон хотел овладеть ею. Он хотел переспать с ней. Когда он добился цели и осквернил свою сестру, девственницу, ей до конца жизни пришлось носить специальную одежду. Это стало позором семьи. Давид не разобрался с Амноном, а Весолом разозлился на Амнона и стал его врагом. Почему это случилось? Давиду не хватило смелости осудить своего сына и наказать его за грех. Царь не послушался Бога. Разве ты убедишь своего сына не курить? Если ты сам выкуриваешь две пачки в день. Разве ты убедишь своих сыновей и дочерей не пить спиртные напитки, когда ты напиваешься и засыпаешь в баре? Мама, ты напрасно говоришь своей любимой дочке, не общайся с тем плохим пареньком. Ты сама была доступной для парней всю свою жизнь. Ты говоришь, делай, как я говорю, и не смотри на мои дела. Что сыновья Давида думали о нем? Его поступки нанесли раны их поколению. Это парни, которых обидел их отец. Отец Давид. Они хотят отомстить царю Давиду, свергнув его с царского престола. И сейчас мы обсудим подробнее это прелюбодеяние с Версавией и убийство Урии, совершенное Давидом. Итак, согласно Торе, Давида нужно было побить с камнями. А почему евреи не убили Давида? Почему Бог не допустил этого? Есть только один ответ. Давид никогда не мстил своим недругам. Саул преследовал его. Он мог убить его дважды, но не коснулся помазанника. Когда праведный Давид видел людей, которых беспокоили нечистые духи, он никогда не издевался, не насмехался и не делал им зла. Теперь обратите внимание. Давид проявлял милосердие, и Бог был милостив к нему. Я никоим образом не оправдываю его. Когда мы начинаем говорить о благодати и милости Бога, люди говорят всякое на эту обширную тему. Бог прощает грешников, и кровь Христа омывает их от неправды. Но что же Давид? Он был помазан править коленом Иуды. Когда ему было 30 лет, Бог сделал его царем. Его знали и любили. Его чтили все люди, от мала до велика. Он муж по сердцу Бога. Так что же было в его жизни? Когда Давид переспал с Версавией, она забеременела. Давид пытался это скрыть, и он отправляет ее мужа в бой, и там Урия гибнет. А затем Давид разыгрывает такую интересную сцену, якобы он скорбит об Урии. И вот тогда Святой Дух открывает этот грех Нафану. Теперь мы перейдем к другому вопросу и пункту. Сын Давида восстал против него из-за попустительства Давида и позора. В наше время тоже есть сыновья и дочери, которые бунтуют против членов семьи. Но семья не понимает причины. Я затрону эту часть, потому что она очень важна. Нередко я служу в определенной церкви, и там есть дети, которым от 10 до 14 лет. Мамы этих детей говорят так. «Что творится с моим сыном? Он не хочет слышать меня, хотя я стараюсь поступать правильно. Он не обращает внимания на меня». Я спрашиваю их, «Когда вы развелись?» Мамы спрашивают, «Откуда вы знаете об этом?» Я говорю им, «Большинство детей, выросших в церкви, не бунтуют против родителей в раннем подростковом возрасте. Но было событие, которое ранило ребенка. Я говорю им, «Ваш муж изменил вам, и вы разошлись с ним, имея на это право, согласно Священному Писанию». Это не причина. Ребенок говорит, «Это не мой отец или мать, и поэтому я не буду слушать его. Вместо того, чтобы наставлять их в этом вопросе и называть упрямыми бунтовщиками. Надо понять, что они ранены». «Могу назвать вам число подростков, у которых такое было». Они сказали, «У меня проблемы в служении, потому что я не понимал, почему Бог позволил родителям развестись. Я разозлился на Господа». Другие говорят так, «Я перестал слушать родителей, потому что я хотел, чтобы им стало больно так, как было больно мне. Как я мог это сделать? Только так». Я цитирую этих детей. Третьи винят себя за это, но они не виноваты в этом. Враг убедил их в их вине. Дети пытаются наложить руки на себя из-за травмы поколений. Вот в чем суть. Вот к чему я клоню. Христиане слишком часто рассуждают о родовых проклятиях. Мы думаем, что проблема в этом, но мы ошибаемся. Люди пытаются оправдаться ими. Они грешат и говорят, «Я смотрю порно, потому что мои прадеды смотрели это. Я проклят». Постойте, это не проклятие, а зависимость. Это разные вещи. Допустим, есть так называемые циклы поколений. Давайте разберем их. Чтобы быть точным, я прочту об этом из конспекта. Моей бабушке было 87, маме 67, а сестре 47. Между ними разница в 20 лет. Моей жене было 40 лет, когда родилась моя дочь. Моему отцу было столько лет, сколько мне сейчас, когда родилась моя младшая сестра Мелани. Когда родилась моя дочь, мне было столько лет, сколько отцу, когда родилась моя сестра. У мамы был выкидыш, а потом родилась моя сестра, и то же самое было у моей жены. Когда моему брату было 11 лет, родилась моя сестра, и моему сыну было 11 лет, когда родилась моя дочь. Брату было столько лет, сколько было маме, когда их прооперировали. Это не благословение и проклятие, а повторы в поколениях. В большинстве случаев семья может отследить такие повторы, когда происходят одни и те же вещи. Это не проклятие, а повтор. Есть явления, которые я называю циклами или повторами в поколениях. Поймите. Другими словами. Повторы в поколениях происходят, когда дети видят дела родителей, а потом они делают это сами. Папа постоянно злится, и дети срываются. Папа бил маму, а теперь сын бьет жену. Иными словами, нам необходимо набраться смелости и признать, что наше поведение обусловлено нашим воспитанием. Как же изменить себя? Измени мысли. Иногда это проблема духовного плана, а иногда у нее естественная причина. Последняя причина встречается реже. Сейчас я хочу сконцентрироваться на совершенно другом аспекте. Я увидел, что 95% всех проблем в семье возникают из-за так называемых родовых травм. Поступки ранят людей. Отцы ранят детей. Они не дают Господу исцелить эти раны. Что происходит, когда они получают травмы из-за негативного поведения людей? Я люблю арабов, мусульман и иудеев. Я люблю афроамериканцев и испанцев. Я знаком с евреями, выжившими после Холокоста. Они до сих пор обвиняют христиан. Если бы христиане вступились за нас, то этого никогда не произошло бы. Они обижаются на нас. Прошлое мешает им простить нас. Люди обошлись с вами плохо. В афроамериканском сообществе любят потолковать о событиях полуторавековой давности. Они обижаются за обиды, нанесенные их прадедом. Они живут обидой. Они не сядут с тобой обсудить вопрос о прощении. Они живут обидами. В детстве они слышали ужасные истории о прошлом. Мы можем обсуждать Холокост или поговорить о племени Чироки. Я видел плачущих людей и служил им. В 30 километрах от моего дома располагается место, где был совет Чироки. Мои дальние предки были индейцами Чироки. Историю об этом передала нам прабабушка. Я вижу этих дорогих моему сердцу индейцев из племени Москоги, Семенолов, Чироки или Навахо. Их поместили в резервации, и обстановка действует угнетающе на их обитателей. Они спиваются, впадают в депрессию и не видят надежды. Индейцы до сих пор винят белых в грехах их предков. Если вы представитель одной из таких этнических групп, то ваша жизнь будет жалкой и ужасной, если вы не перестанете винить людей за прошлое. Поступите так, как сказал Павел. Забудьте то, что было, и достигайте будущего. Стремитесь получить вечную жизнь, которой Бог призвал вас. Если вы из коренного населения и приняли Христа, то теперь я ваш брат, а вы мой брат. Если вы афроамериканка и приняли Бога, то я ваш белый брат, а вы моя черная сестра, и вместе мы перец и соль. Вот так мы становимся хорошей духовной приправой. Эти ребята согласны со мной. Да. Вы стали мессианским евреем? Ну что ж, прекрасно. Теперь вы мои братья и сестры. Все вы. Теперь вы мои новенькие братья и сестры. Когда вы входите в Божью семью и вступаете в завет искупления с Иисусом, то вам надо забыть прошлое. Забудьте то, что было. Я не имею в виду, что у нас есть шанс вернуться в прошлое и узнать, что там было. Мы не забываем исторических личностей, трагедию Холокоста. Я говорю о другом. Перестаньте ненавидеть людей, которые живут сейчас. Они не жили тогда и не виноваты. Я хочу сказать об этом. Есть ли у вас родовая травма? Обижены ли вы на членов своей семьи или родственников? Что-то произошло много лет назад, но вам больно до сих пор. Вы афроамериканец, и вы видите белого и до сих пор чувствуете боль. Вы представитель одного из крупнейших индейских племен. Вы видите людей, и вам опять становится больно. Иисус Христос посмотрел на людей, которые распяли его. И что он сказал? Отец, прости их. Они не знают, что делают. Люди поступают по незнанию или делают что-то намеренно. Порой в этом виноваты власти или плохие люди. В других случаях люди поступают так, потому что их так воспитали. Пожалуйста, поверьте в то, что Бог исцелит ваши раны. Я подарю вам стих. Библия говорит так. Он исцеляет сокрушенных сердцем и перевязывает их раны. Попросите Бога помочь вам забыть прошлое. Стремитесь в будущее. Не оглядывайтесь назад и стремитесь к цели. Простите членов своей семьи и родных, которые обидели вас когда-то. Отдайте их в Божьи руки для дня суда. Не судите и не вините их. Они предстанут перед Богом. Останьтесь чистыми, чтобы со спокойной совестью предстать перед Богом. Просите Бога изменить вас. И Бог исцелит вас. Я не знаком с вами, но я знаю, что вы смотрите нас. Если вы примете мои слова, то Бог обязательно изменит вас. Поэтому помните, ничего невозможного нет для того, кто верит. И уж тем более Бог меняет то, что кто-то напортил и напакостил в прошлом. Глядите в будущее и имейте свежий взгляд. Последний пророческий сборник Перри Стоуна уже в продаже. Узнайте, какое будущее ждет Америку, исходя из исторических и библейских источников, в книге Перри Стоуна «Последний шифр» и «Возвращение Христа». Перри изучил и проанализировал важнейшие откровения и их значения. Он расшифровал 20 шифров и в том числе различные циклы и закономерности, основанные на древних пророчествах Писания. Вот название некоторых глав. Расшифровка и понимание божественных загадок. Пророческие шифры двух городов. Связь с Китаем. Цикл вирусов, как отзвук древних шифров Римской империи. Шифр третьего триместра. Родовые боли. Шифры Америки и их связь с древностью. Шифры Римской империи. Гибель совести и обличение в Америке. Шифры Помпеи. Изопретное слово «на-и». Шифр казны. Американские границы не выдержали. Шифр будущего и образа зверя. Тринадцатая глава Откровений. Снятие шифра с метки зверя. Откровение 13. Интерпретация странных космических знаков. Шифр денег. Подсказка перед распадом империи. Перри также отвечает на вопросы, кто может избежать того, что грядет на Земле. Он также раскроет предупредительный шифр от Святого Духа для Церкви. Вместе с книгой вы получите два CD-диска. Подготовка и выживание в трудное время. Пришло ли время покидать большие города? Что можно сделать, чтобы подготовиться к грядущим катастрофам и к будущему разрушению? Новый пророческий сборник от Перри, в который входит книга «Последний шифр» и «Возвращение Христа», а также два CD-диска «Подготовка и выживание в трудные времена», теперь доступны при пожертвовании в 35 долларов или больше. Заходите на сайт или звоните по телефону, указанным на экране. Вы также можете отправить нам письмо по адресу, указанному на экране. Номер запроса предложения – FS138. С нетерпением ждем ответа от вас. Перри Стоун приглашает вас присоединиться к его Туру по Израилю весной 2021 года с 14 по 23 апреля. По желанию, можно будет посетить Петру в Иордании. Позвоните по телефону на экране или зайдите на сайт perrystone.org за всей информацией. Места ограничены. Звоните сегодня. Мы сейчас вернемся к нашему выпуску «Оставайтесь с нами». Я хотел указать вам на важность времени, в котором мы сегодня живем. Пророческий сезон. Нет сомнений, что мы живем в цикле пророчеств. История повторяется. Об этом моя новая книга. Я хочу поговорить с вами о последних загадках. Я провел небольшое исследование, и, насколько мне известно, никто не проповедует об этом в соцсетях или на телевидении. Я проводил историческое исследование и сделал несколько открытий, которые так поразили меня, что, когда я начал писать об этом книгу, я буквально не мог уснуть. Я бы хотел, чтобы вы приобрели эту книгу пророчеств. Мы попросили тех, кто знаком со множеством наших книг, дать рецензию и на эту, и они считают, что это собрание наиболее важных пророчеств, которыми Господь сопровождал наше 45-летнее служение. Надеюсь, вы ее приобретете. Мы также хотим известить вас, что 2021 год мы начнем с поездки в Моми, штат Огайо, в церковь к моему другу пастору Тони Скотту. У нас есть очень важное откровение, о котором мы там поделимся. Мы будем служить в субботу вечером, а затем все воскресенье. Надеемся, вы будете там. Мы также хотим напомнить вам, следите за нами в соцсетях. Кстати, о сетях. Мы живем в удивительное время. Давайте немного поразмыслим об этом, прежде чем вернуться к проповеди. Подумайте о том, что мы сегодня имеем возможность быть в одном месте, в студии, и через линзу камеры, кабели, спутниковые тарелки, компьютеры. Мы можем достигать людей по всей Земле за считанные секунды. Происходит задержка всего в несколько секунд, если я проповедую отсюда, и меня показывают в другой стороне. Дух Святой проговорил ко мне, и я буду вновь и вновь делиться этим с вами. Это произошло задолго до коронавируса. Он проговорил ко мне однажды в тайной комнате, когда мы были еще в другом здании. Пробуждение придет через линзу камеры. Как такое возможно? Раньше нужно было лететь на самолете, плыть на корабле, готовиться к встрече, создавать рекламу, постеры, снимать зал, приглашать людей, снимать муниципальный зал или готовить место на улице, вести аппаратуру. А теперь, благодаря технологиям, у большинства людей сегодня есть телефон, соединение с интернетом, компьютер, и мы можем оставаться на одном месте и проповедовать Евангелиатуру. Я хочу поделиться с вами своим планом. Я бы хотел обратиться к служителям и пасторам по всему миру, у которых мы еще не проповедовали. В Южной Африке, Индонезии, Индии. Мы хотим провести что-то, что повлечет за собой пробуждение о вашей стране, о вашем городе, о вашей церкви. Если вы установите большой экран, мы, будучи в Америке, окажемся у вас и будем проповедовать о вашей стране онлайн. Будь то в помещении, на улице, на стадионе. Мы хотим организовать это, чтобы достигнуть как можно больше людей в оставшееся время. Раньше я садился в самолет, в автобус, ехал куда-то, но я понял, что этот способ устарел. Хочу, чтобы вы знали, что с Божьей помощью, с вашими молитвами и поддержкой, мы сможем сделать много всего разного и нового, и будем достигать людей. Через линзу камеры будут происходить чудеса. Люди будут спасаться и креститься Святым Духом. Из-за короны церковь не может проводить полноценное служение. Поэтому люди привыкли наблюдать за событиями и проводить встречи по интернету, даже по телефону. Представьте себе, вот что мы сделаем. Сейчас мы вернемся к проповеди, записанной в Израиле, чтобы вы пропустили это послание через себя. Пусть Божье Слово, которым мы здесь делимся, продолжает вас наполнять. Благословений не падайте духом. Спасибо.